всем привет с вами алексей вы на youtube канале the watch в том месте где все о наручных часах те кто давно следят за нами наверняка знают что бренд орис нам очень импонирует и мы к нему мягко говоря неравнодушны коллекция аквис бесспорно является топом продаж этого бренда в мире и возможно из-за этого в украине сложилась такая ситуация что более 80 процентов ассортиментом бренда внутри стороны это различные офисы против которых лично я ничего не имею но мы захотели изменить эту ситуацию и у нас получилось теперь для вас будет еще больше достойных моделей от этого швейцарского бренда а сегодня в нашем обзоре юбилейное издание 80 годам орис бекраун по интернет коллекция бекраун бренда орис появилась еще в далеком 1917 году а орис бекраун по интернет были выпущены в 1938 году и часы были предназначены для пилота в той эпохи увеличенная заводная головка она же бекраун позволяла авиаторам пользоваться часами в массивных кожаных перчатках в дополнение к этой важной особенности бренд добавила аналоговый указатель даты чтобы еще больше выделить эти часы от того что предлагали конкуренты с тех пор это усложнение стало отличительной чертой дизайна орис бекраун по интернет продолжая долгую историю серии сегодняшняя современная модель заимствует свои дизайнерские черты не только из оригинальных часов для пилотов но и в значительной степени из переходного периода орис 80-х годов когда бекраун по интернет были единственными механическими часами которые компания производила самую жару кварцевого кризиса несмотря на свою огромную любовь коллекции аквиз и повышенный спрос на дайверские часы в 2018 году компания вновь привлекла внимание к этой серии выпустил бекраун по интернет и не верши и нишин модели выпущены в честь 80-летия с момента появления в первых в истории часов для пилотов со стрелочным указателем даты модель выполнена в 40 миллиметровом бронзовом корпусе бронза завоевывает все больше популярность среди часовых фанатов и все больше брендов добавляет ее в свой ассортимент и можно смело сказать что орис сделал весомый вклад к популяризации этого материала в часовом производстве так как орис завидной постоянностью радует нас моделями из бронзы чего только стоит все три поколения карт баршир сегодня про саму бронза рассказывать не будем а для тех кому это интересно оставим ссылку на видео где мы это делали ранее учитывая историческое наследие данной линейки часы выполнены просто потрясающе довольно простые слегка изогнутые ушки узнаваемая и удобная пользование заводная головка и уже ставший символом рифленый мезель ну конечно выпуклое сапфировое стекло на внешнем край зеленого циферблата расположены числовые метки даты индикация которых осуществляется при помощи отдельной стрелки с красным наконечником особой узнаваемой формы еще глубже на циферблате находится счетчик минут виде так называемой железной дороги с четкими отметками в виде трапеции для каждого часа которые свою очередь обозначаются большими арабскими цифрами центре циферблата расположена часовая и минутная кафедральные стрелки а также простая секундная стрелка и указатель даты очень похожие кафедральные стрелки мы с вами видели в классическом сейковском альпинисте но тут точно никто ни у кого ничего не заинствовал кафедральные стрелки появились еще до основания брендов сейка и орис люминесцентное покрытие суперлюминого расположилась на часовой и минутных стрелках а также на часовых метках и на арабских цифрах вместе эти винтажные черты придают часам очень привлекательный вид и оригинальный дизайн а в сочетании с современными дополнениями дают часам сбалансированный и уж очень изысканный вид несмотря на юбилей и исторические отсылки сама модель не является точной копией исторической модели это скорее современный собирательный образ компании с оглядка на свое прошлое например историческая модель имела малую секундную стрелку вынесу на вспомогательный счетчик в районе 6 часов отсутствовал мне и рифленый безель который хотя и был в те годы популярен у других брендов но в орис он появился заметно позже а кафедральные стрелки наоборот чаще использовались в других более ранних часах бренда в юбилейной модели используется механизм орис 754 с запасом ходов 38 часов и с частотой полуколебаний баланса в 28800 в час и все это на 26 кабнях как вы уже догадались этот механизм не является мануфактурным он создан на основе селита sw200 но даже несмотря на 38 часовой запас хода у меня почему-то к нему нет негативных эмоций возможно это благодаря красному запатентированную ротору который мы можем увидеть через прозрачную заднюю крышку или все-таки особая индикация даты при помощи стрелки так успокаивает сама задняя крышка стальная так как эта часть больше всего контактирует рукой как уже упоминалось бекраун по интердейт это почтенная и долговечная серия поэтому неудивительно что в дизайне мы видим четкие исторические отсылки и некоторые не совсем точные намеки на далекое прошлое которые придают часам превосходный винтажный вид в комплекте с часами идет кожаный светло-коричневый ремешок системой быстрой замены плюс комплекте имеется дополнительная стальная застежка однозначно сочетание бронзы и зеленого циферблата получилось очень удачное а при помощи различных ремней можно увеличить вариативность и точно не испортить внешний вид этих часов степень водозащиты составляет 50 метров вам может показаться это мало но с тем учетом что заводная головка завинчивается для повседневной носки вам этого хватит запасов а 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 и давайте подытожим юбилейный орис бекраунд по интердейт для меня это сплошные положительные эмоции это часы которые сразу объединяет себе несколько современных и востребованных тенденций а именно бронзовые часы часы винтажном дизайне ну и тенденция уменьшения корпусов да для многих бронза может показаться непонятной непрактичной но у орис есть поинтеры и встали и комбинированные и поверьте они тоже отличные появление в украине этих часов было для нас небольшой победой мы правда хотим чтобы вы видели больше достойных часов в разных ценовых категориях так что захотите увидеть эти часы в живую вы знаете где нас искать что касается цены на сегодняшний день эти часы стоят 61100 гривен что в долларах чуть более 2200 напишите в комментариях ваши мысли об этих часах на этом наш обзор окончен всем спасибо за внимание и встретимся через неделю Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok